В Центр моды я пришла на пике больших перемен в своей жизни, в жизни страны. Мне всегда очень хотелось здесь работать, потому что это было соприкасаемо с модой, с исполнением мечты, которую я для себя исполнила. Я пришла сюда работать спортной, было очень трепетно, волнительно, но было и интересно, и хотелось. Я исполнила свою мечту. Первый день для меня был очень эмоциональным, потому что я пришла в новый коллектив. Он был огромен, здесь работали большие мастера, я была еще молодой, неопытной мастером. Но было сделать трудно только первый шаг. Меня привели в цех, провели, познакомились с людьми, показали мое рабочее место и дали первую вещь прошивать. Мне было страшно немножко, потому что качество работы, уровень мастерства, это было все на очень высоком уровне. Но меня не оставили в беде. Мне помогали старшие товарищи, которые были закреплены за мной. Мне подсказывали. И потом я почувствовала себя, как будто я здесь работаю уже очень давно. И так продолжается до сих пор, потому что центр моды – это большая семья. Закончила я 13-е училище по профессии портная. Надо было отрабатывать два года, это как во всей нашей системе. Но о центре моды я знала и в семье. Моя мама была портная, технологом. Мы знали о том, что есть центр моды, что есть такой монолит, где выходит красота. И поэтому мне всегда хотелось, потому что здесь работают высшие квалификации работники, потому что здесь уровень мастерства выше, следовательно, здесь своя классность выше. Поэтому мне всегда хотелось здесь работать. И я приходила, просила. Мне повезло. Меня взяли как молодого специалиста, потому что было место. Я с удовольствием исполнила свою мечту. Я пришла в этот коллектив и до сих пор осталась здесь. И с удовольствием работаю. И думаю, буду работать дальше. В обязанности портного входит все. Потому что портной связан с художником, конструктором, технологом. Следовательно, портной должен все это уметь. Он должен чувствовать задумку художника. Он должен чувствовать, что хочет конструктор. Он должен это сделать профессионально, качественно, чтобы наши покупатели с удовольствием носили нашу одежду. Мы иногда даже советуем художнику, конструктору, как лучше бы носилось. Как бы это и наши коллеги это учитывают. На данный момент я работаю над созданием парадной одежды для сети ресторанов. Мы делаем тоже форменные коллекционные вещи. Мне вещь пришла после примерки, где я уже вточала рукав. И будем пришивать плечики, плечевые накладки. Гордость любой девушки. Красивое плечо. Для этого мы подрезаем плечики и вручную. Иногда в массовом пошиве это делают и на машинке. Но там уже все подготовлено. Здесь индивидуальный заказ. Поэтому мы под плечо делаем все вручную. Это делается на вытянутой платформе. Вот так выравниваем. Потому что плечо покатая, но мы при этом пришиваем в прямой линии. И вручную начинаем этот процесс. Мы начинаем с того, что мы делаем примерку изделия. Мы ходим на примерку вместе с художником-конструктором. Для того, чтобы я потом, впоследствии, могла прочувствовать, что должно получиться в конечном результате. И потом идет сам процесс создания изделия. Создание, будь то брюки, пиджак, платья. И в результате выходит творческое такое произведение. Курьезные ситуации в нашей профессии тоже зачастую случаются. Когда мы шили специальную форму по спецзаказу, и ее нужно было очень-очень быстро прошить, потому как сроки горели. И, конечно же, весь коллектив дружно остался для того, чтобы выполнить это все. Это были времена, когда мы работали еще тяжелыми, не паровыми утюгами. Случилось так, что мы спалили пару брюк. Это было очень страшно. Потом пытались найти выход и нашли. Применили разные средства, сразу перекроили вещи. Мы, конечно, задержались, но при этом нам ничто человеческое не чуждо. У нас тоже всякое бывает. Но мы вышли из положения, потому что мы дружный коллектив. И радеем за то, чтобы не подвести никому и никогда. Вы знаете, здесь вообще коллектив практически не меняется. Сменяются поколения. Да, происходят изменения, но сюда приходят небезразличные люди. Люди, стремящиеся к красоте, стремящиеся повысить свой профессиональный уровень. В общем-то, небезразличные – это самое главное. Которые хотят научиться чему-то новому и лучшему. Я горжусь тем, что я работаю в Центре моды, что я причастна к созданию великолепных коллекций, которые славятся по всей Белоруссии и даже за пределами. Молодым специалистам, которые приходят в нашу профессию, я хотела пожелать бы не бояться, стремиться, достигать. И быть всегда талантливыми, и всегда любить свою профессию. Потому что только с любовью в нашей профессии можно творить красоту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова